Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатим с вами на несколько каток из ангара Су-85Б. А перед тем, как мы с вами начнем, я хочу попросить каждого из вас, кто не подписан на канал, но с завидной периодизацией смотрит мои видосы, ну и даже если вы первый раз попали на мое видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, для вас подписка ничего не стоит, для меня это развитие моего детища. Я вам буду очень сильно благодарен, также буду благодарен за позитивные отзывы, ну и соответственно лайки. Мне будет приятно, ваша позитивная оценка моих трудов и стараний. Ну а сейчас вернемся к Сушке. Сушка, почему ее смотрим? Сушка это первый танчик, который вам необходимо будет выкатывать, для того, чтобы дальше пройтись по веточке ПТ-шек в ветке, точнее в дереве танков Советского Союза. Итак, оно приведет вас, ну начало 85B, 85 и сотка, они приведут вас потом к распутью к 268 объекту, либо к 263 объекту. Здесь уже выбирать вам, но в любом случае первые три машинки выкатать вам все равно нужно будет. И начнем мы с Су-85Б. Су-85Б это ПТ-шка, она спорная, она абсолютно проходная, она у меня полностью выкачанная, я имею ввиду в отношении там двигателя гусениц, ну и соответственно пушки, через которые идти надо к Су-85 на следующий уровень. Что же касается вот этой всей древиденьки, да, я поставил в амуницию себе канистрочку для того, чтобы увеличить все-таки скорость поворота корпуса и немножко поднять мощность двигателя. Но что касается оборудования дополнительного, я его не ставил, даже не хотел тратить серебруху, потому что понимал, что данная машинка в принципе просто прошел и забыл. Ну а насколько будет тяжело на ней выкатывать четвертый уровень и переходить на пятый, мы сейчас посмотрим в нескольких каточках непосредственно в рандоме. Итак, ребята, давайте поговорим сразу о подвижности и о всем остальном. Я не заходил, не смотрел на технические характеристики пушки, так как по ней смотреть особо нечего. То есть сказать, что она там имеет какие-то цифры такие, которые вас удивят, ну навряд ли. Поэтому обсуждать особо нечего было. Я играю сейчас на топовой пушечке и топовая пушечка имеет, с учетом отсутствия дополнительного оборудования, я честно говоря не помню прокачан ли у меня здесь на 100% экипаж, скорее всего прокачан, но могу ошибаться, то пушка имеет перезарядку 11,3 секунды. О чем это говорит? Это говорит о том, что данная машинка, она в принципе не терпит агрессивной игры и выезда на врагов, потому что вы не сможете побеждать их, пользуясь там допустим своей скоростью перезарядки. Разовая альфа, как для четвертого уровня, у машинки годная, то есть сказать, что вам ее будет не хватать, навряд ли. Точность пушки, вот вроде бы в танк целился, а полетела фиг знает куда, возможно из-за того, что чуть-чуть доворачивал корпусом. Что касается подвижности, подвижность у нее как для ПТшки в принципе неплохая, в то же время она имеет шикарные вот эти вот повороты в сторону, то есть закрутить вас в бою какой-нибудь СТшки, ЛТшки, но придется постараться, то есть вы мишенька, я бы сказал, не из легких. Но вот сколько мы стоим, за все время мы не смогли нанести ни разу урона, по одной простой причине, ну вот сейчас повезло нам, потому что пушка шмаляет в принципе, ну куда хочет, по крайней мере на дальних расстояниях, то есть сказать, что вы будете на ней выцеливать в пиксель, абсолютно нет. Опять-таки, ребят, это четвертый уровень, и ожидать от нее прям какого-то бешеного нагиба противников, но в принципе и не стоит-то. Как я уже сказал, машинка исключительно проходная, поэтому в принципе для выполнения задачи перейти на следующий уровень, ее будет достаточно. Вообще, честно говоря, вся ветка ПТшек Советского Союза, она есть у меня в ангаре, я не убирал ни одной ПТшки, потому что каждая из них, ну я не знаю, может какая-то ностальгия, может они настолько мне понравились, но просто сама ветка, выкачивание ее, она не является какой-то, ну там, прям сильно напряженной, вот сейчас редкий случай, когда снаряд пошел, по крайней мере в моих руках, туда, куда я целился. Пока мы с вами говорили, разговаривали, мы остались вдвоем, я думаю, что в принципе нам уже можно плести лапти, это связано с тем, что она не терпит вот таких вот стычек прямых с соперниками, по определению. Ее скорость перезарядки оставляет желать лучшего, а броня, она в принципе, ну, никудышняя. Что же касается вот скорости поворота на месте, то скорость поворота на месте просто шикандосная, мне она всегда нравилась. Не хочется, ребята, подыхать, но, как говорится, придется, все мы не вечны. Сейчас кто-то из них явно должен пожадничать, выехать на меня, попытаться сандальнуть, это мой шанс дать ответочку, но урона, как видите, в 163 не хватает и 2 единицы оставляет. Вот как-то так мы отыграли с вами первый бой. По результатам нашего боя мы сейчас посмотрим, что мы смогли поднять по опыту. Серебро смотреть даже не будем. Мы сделали 1143 урона. В принципе, для четвертого уровня, согласитесь, цифра довольно неплохая. Сделали два фрага. Если бы пушечка была чутка поточнее, мы бы сделали урона гораздо больше. Возможно, и больше фрагов сделали бы, соответственно. Но, что касается нашей результативности в бою, ну вот, пожалуйста, мы сделали в два раза больше, чем любой из наших союзников. И мы даже сделали больше, чем лучший игрок Матильда в команде противников. То есть машинка, в принципе, это годная, хорошая. Просто немножечко, но не хватает ей. Я хотел посмотреть на опыт. Опыта, да, всего до ничего получилось 517 единиц. Но так, с миру по нитке голому веревка, в принципе, играть можно. Давайте закатимся еще раз. Итак, вот мы закатываемся. Мы попадаем сейчас в самый низ списка. С нами есть еще одна такая сушечка. Как я уже сказал, данная ПТшка, она по определению не терпит стычек с врагами лоб в лоб. Она по определению не может с ними бодаться. Я вот не знаю, что себе сейчас придумал вот этот вот мой союзник на сушке. Потому что подсветить тебе, дружи, некому. Ты сейчас будешь стоять на холме. И если тяжик и ПТшка поедет на тебя, то сделать ты ему, в принципе, по определению ничего не сможешь. Ты просто отхватишь, сделаешь один шот и на этом все закончится. Но тут игра, как говорится, на любителя. Пристраиваться на этой ПТшке, на какой-нибудь вот такой вот холмистой местности, немножко туговато. Потому что углы наводки, ну, вот такие вот они вниз и вот такие вот они вверх. Вверх даже, по-моему, еще и получше, чем вниз. Ну, или где-то около того. Поэтому, в принципе, играя на холмистой местности, для вас будут проблемы. Вот как, допустим, сейчас, стоя на холме задом вверх, выцелить кого-то на противоположной стороне карты становится практически нереально. Динамика передвижения, в принципе, помогает подкатываться и помогать своим союзникам уже там в каких-нибудь ближних боях. Но, в целом, опять-таки, пытаясь хорониться от противников, соответственно, вам этого делать не сильно захочется. Сейчас, возможно, я сделаю глупость. Выхочусь или на холм, или за холм. Но мне кажется, что это будет хоть что-то в этом бою, что я смогу сделать. Ускоренная перезарядка. Без нее, в принципе, на этой машинке никуда. Дело в том, что этой перезарядки родной, но просто в край не хватает для того, чтобы наносить урон противникам, которые еще не успели спетлять с того места, куда вы целитесь. Ну, и, соответственно, успеть кинуть, успеть сделать фраг. То есть, на этой ПТ-шке вам надо постоянно пытаться что-то успеть. Стоять и просто вот отыгрывать на ней не получится. Ну, а, как я уже сказал, сразу прям вот выезжать и валить кого-то тоже не особо выходит. Радует только тот факт, что, в принципе, все вот эти вот игровые моменты, они находятся на четвертом уровне. И с учетом того, сколько вам необходимо заработать опыта для того, чтобы перейти на пятый, в принципе, все вот эти вот тяготы, они терпимые. Поэтому выкатать вам, как бы, 85-ку, перейти на пятый уровень особого труда не составит. Что касается голдовых снарядов, на которые я сейчас перешел, мне они всегда нравились, потому что ты сразу начинаешь ощущать принципиальную разницу между обычными бронебойными и подкалиберными. То есть, когда ты выкатываешься на того же Митсу, допустим, 108, он для тебя там красный, то здесь он резко становится зеленый, и твои шансы ему вольнуть, но они существенно увеличиваются. Единственное, что вот скорость перезарядки оставляет желать лучшего, и, соответственно, он быстрее выносит нас в ангар, чем мы его. Чутка побыстрее, ну и было бы куда приятней. Итак, ребят, давайте подсуммируем результаты двух наших боев. А результаты двух наших боев показывают, что данная машинка является абсолютно несложной в прокачивании, она не является фановой, то есть сказать, что вы на ней будете улыбаться, абсолютно нет. Даже за такой пустотелый бой, как был только что, нам дали знак классности третьей степени. Мы получили, да, пускай с учетом 2х 1268 делим пополам, то есть, ну, грубо говоря, где-то 500-600 единиц своего опыта мы получили. То есть, в принципе, за десяток боев можно вполне спокойно получать приблизительно около 5000 опыта. Ну, это я так просто прикидываю, я имею в виду побед, да, ну и, соответственно, о чем это говорит? Что с учетом того, сколько вам надо набить опыта для того, чтобы перейти на пятый уровень, в принципе, эта машинка с задачей справится, ну и особо много времени у вас это не займет. Особенно, если будет включен прем-аккаунт, особенно, если будут включены бустеры прокачки опыта. Но, честно говоря, я не вижу смысла на этой машинке тратить бустеры, вы и без бустеров вполне спокойно пройдете. Ну, а премчик, если он у вас есть, то есть, а если нет, то ради этой машинки вам его активировать не придется. На данный момент у меня все. Качайтесь, играйте, получайте удовольствие, фантись. Ну, а главное, всего вам хорошего, добра и мира. Всех благ, возвращайтесь на канал, подписывайтесь, я всегда буду рад вам.